Субтитры делал DimaTorzok Всех приветствовать на Твиче, который является также и партнером нашей лиги, также партнером нашей лиги является G2A.com Это лучший магазин видеоигр, это великолепная площадка для совершения сделок как по покупке, так и по продаже Собственно, матч последний, матч последней групповой стадии, последний матч групповой стадии Lions и Empire И матч очень-очень важный, жду вот я как раз таки инфу по поводу переигровок Информация следующая Если Alliance у нас все-таки побеждают, то они выбивают NIP Выбивают они их на, соответственно, шестое место И занимают почетное пятое место, что дает им право играть в плей-офф В случае ничей, по разнице побед-поражений, Alliance, естественно, у нас, точнее не по разнице, по личной встрече Остаются на шестом месте В случае поражения, само собой, они остаются на шестом месте наравне с Балканскими Медведями Я вот сейчас ищу, что у нас по PR Ага, PR сыграли 1-1 с Alliance, 2-0 с NIP Да, но и здесь, видимо, тоже как бы PR уже в такой ситуации, что топ-4 они явно будут Иными словами, Alliance нужно побеждать Для Империи этот матч особо ничего не решает Они сейчас на третьем месте и будут играть с PR Если они скатятся на четвертое место, то они тоже будут играть с PR Но они никак не скатятся туда На второе место они никак не поднимутся Да и, в общем-то, на второе место подниматься бессмысленно Потому что самый лучший соперник, я думаю, для Team Empire Это Power Rangers Да, ну вот, спасибо, спасибо админам D2CL, которые объяснили Комментировать для вас этот матч будет MailStorm Пока что, возможно, потом у меня чуть позже появится Sakaaster Но там у нас приключения возникли с Китаем, как вы видите Время летит так быстро, что игры не успевают заканчиваться Комментаторы не успевают появляться Что-то типа того Вот Ну и, собственно, посмотрим, что нас здесь ждет Да-да-да, там писали, что меня не слышно Не сразу включил просто микрофон Все в порядке, ребят Пока что я еще не настолько плох Ну и, естественно, Best of 2 Что еще сказать Финалы грядут Финалы, как вы знаете, пройдут у нас совсем скоро Конкретно, по-моему, 8-го, 9-го, не 9-го, 10-го вроде как В общем, нас ждут горячие, горячие игры Место пока что проведения еще официально не анонсировали Ну, в принципе, уже везде, где только можно, я видел Там и в твиттерах, и где угодно Сам пока что тоже не буду говорить Но, как только станет, уже общедоступна эта инфа Ну, давайте сейчас даже спрошу Спросил, на всякий случай Может, эта инфа уже полностью открытая Можно с вами делиться Ну, мало ли, скажу, а потом буду там Будете в шляпу мне кидать монеты Где-нибудь в переходе Ну что ж, у нас имперцы Забирают себе ферст пиком Квин оф Пейн Ответ молниеносный от Alliance Акса Скайрос Мейдж Скайрос Мейдж хорош в пике с Аксом Действительно, хороший получается Такой фоллоу у Акса Ну и на вторую стадию банов После Веспа и Тролля Забирают Бристалбека и Леона себе Alliance Чтобы обезопасить Ну и того же Акса, которому Бристал не очень приятен Ну и Леон, это контроль Контроль, которого хотят лишить Альянс соперника Что касается имперцев Они забанили Тринта, с которым Мэтт хорош Забанили Найт Сталкера С которым Alliance тоже пытаются играть И также забанили Джаггера Сами забирают Супер Лейт комбинацию Это уже Хорошо В виде того, что у них есть Магнус И Акаша тоже хороша Есть также Сайленсер Который будет давать свой Глобал Ну и Шейкер Пока что непонятно на какой позиции По последнему пику это станет понятно И вот сейчас Alliance думают Alliance думают, что это будет Глобал со Спектрой Да, вот видите Оказывается нельзя говорить Где проходит Лан-финал Вот я не зря спросил Просто мало ли Может быть в Урюбинске Там что-то Что-то к этому моменту изменится И придется проводить и в каком-то другом городе Ой, кажется я проговорился Последний пятый бан Империи Альянсом явно не достает Какого-то парня Который будет бить с руки Какого-то кэри Да, но здесь конечно Такой пик у них получается Очень хороший В плане прокаста И возможно будет Дабла Феникс Акс в харде Я бы даже сказал Скорее всего Подбанили антимага Вот кого бояться Ну и Alliance действительно Нужен какой-то сильный кэри Потому что пока что У них с руки-то вообще Никто не бьет практически Феникс Акс Кэрес Мэйдж Ну и разве что Лина Что-то там может Но опять же Только с хорошими артами Все-таки основная сила Ее в прокасте Ну и Alliance в стряле Потому что Жагера нет Антимага нет А на ком же играть Слардар сюда Заходит не особо круто Одна магия Бафать некого Своим ультимейтом Ну ничего ты не забафаешь Минус армором Там все Заходит магии Здесь скорее Скайрес Мэйдж Неплохо заходит Пока что Ну крутилку Акса Особо бафать Нету смысла Это такой себе Вариант Ну и 40 секунд Alliance остается Напомню что Им нужно тащить 2-0 Empire вроде как Ничего не нужно Но они уже готовятся К плей-офф Морально Плей-офф у нас Начинается уже Очень и очень скоро В ближайшие дни Ждите там Анонсов В ближайшие пару дней И так Намекну вам Будет уже Сыгранная Встреча Но вообще Планируется где-то На 20 число Вроде как Пока что там Утрясают расписание Не знаю Будут ли сыграны Не будут Нужно всем Обо всем договориться Но в любом случае Плей-офф-то будут Сыграны Вопрос только лишь В числах Вот Ну и все время Alliance потратили На Last Peak Они забирают Свина Да Они хотели Милишника Антимаг Джиггернаут В бане Кого забираем Свина Свен нормально Свен нормально Герой обладает Самым сильным Сплэшом В доте Если ничего не изменилось 65% Но Самым маленьким При этом По радиусу 300 Радиус У него Всего-навсего Вот Магнус Магнус Дает Больше По моему Кстати У него Второе По радиусу Ну-ка Давайте посмотрим Дополнительный урон Не написано А Радиус 200 Нет У Магнуса Еще меньше Но Магнус Это все-таки Баф Такой Свина Побольше Естественно Самым большим Сплэшом В доте Обладает У нас Гражданин Кунка Опять же Если я ничего Не путаю У него Слишком Слишком Большой Вот этот Вот Замах И Лайфстиль Разбирают Против Свина Отличный Герой Кстати Говоря Да И тут Пока что Пик Империи Выглядит Очень Грозно Очень Много Станов Очень Много Неприятных Героев Которые Сильны В лейте Невероятно Сильны В лейте Ну и Начало Также Довольно Таки Сильное Посмотрим Что у нас Alliance Придумают Против Такой Стратегии Ланфинал Это будет Легендарный Ланфинал Ну что Поехали Мэтт Мэтт Будет Играть У нас На Лине Нико На Фениксе Пайкат На Аксе Акке На Скайрос Мейджа И Лода Будет Играть На Свине Это Получается Соло Мит Акс Вот так Вот В роли Саппортов У нас Лина Скайрос Мейджа Акс Пойдет На Позицию Соло Мит Интересно Так Это Или Нет Будет Ли Он Там Играть Но Против Квапы Не Самый Сильный Персонаж Явно Но Возможно Квапата В мит И не Пойдет Резолюшн Вкачал Себе Блинк На первом Левеле Чтобы Быстрее Добежать Поставить Вард Поставил Вард Увидел Куда Ставят Вард Соперники И За счет Этого Сбивает Вард Великолепно Сыграно Тем Временем У Империи У нас Алох играет На шейкере Резоль На квапе I'll Always Wanna Fly На Silent Resilent На Лайфстилере Что-то Принесли Тангусик Какой-то Возможно Да Это Видимо Квапа Себе Несла Может быть И нет И Йоку На Хардовом Магнусе Возможно Поставят Акса Против Магнуса Это Наверное Будет Оптимальным Решением Потому Что Он Очень Силен Лода Здесь Готов Своим Огромным Мечом Вписываться Luminous Edge И Дает Стан Queen of Pain Еще Один Стан И First Blood Вот так Вот Несмотря На Вкачанный Блинк First Blood Забирают У нас Alliance Хорошее Начало И Забирают Баунти Руну Никуа Почему Никуа А бог его Знает Почему Хотя Нет Можно Пояснить Вполне Почему Дело В том Что Для Phoenix Очень Важен Быстрый Третий Левел Забирая Руну Вначале Он Этот Быстрый Третий Левел Может Получить И Посмотрите Как у Нас Alliance Интересно Расставились Alliance Ставят Двух Героев В Мид Пока Что Свина Ставят В Мид Со Skyros Mage Начинает Гонять Квапу Квапа Закупилась Очень Жадно Она Пытается Выформить Боттл Но Skyros Mage Выбивает Из нее Сразу Один Тангусик Плюс Она Умирала О Это Большие Приключения Сейчас У Queen of Pain Да Ситуация Очень Тяжелая Ну И Вот Такая Дабла В Харде Здесь Можно Зацепить Разве Что Лину Лину Не то Что Можно Ее Нужно Здесь Цеплять И Феникса В принципе Тоже Можно Зацепить Потому Что И Карлс Дайв Использовать Довольно Таки Тяжело Против Сайленсера Против Его Третьего Спла Да Квапу Пока Что Зонят Не дают Ей Сделать Ничего У нее В статистике Всего Навсего Одна Смерть Этим Сыт Не будешь Явно Да Ну Так Вот В итоге У нас Не Акс Против Квапы На Миде А вообще Свен Против Квапы На Миде Что Конечно Увидишь Нечасто Но Элайнс Здесь Хитрят С линиями Все Таки Игроки Довольно Опытные Интересные И Прекрасно Понимают Что Должны Делать Акаша Уже Начинает Скупать Себе Бутылки Но Это Огромный Просто Огромный Плюс Для Элайнса Посмотрите Как же Здорово Напрягают Квапу Минус Второй Тангус Остается Бутылка Причем ХП Полные С этого Тангусика Не будут Тем временем Акс У нас Стоит Против Милишного Героя Просто Шикарно Как и Против Практически Любого Милишного Героя За Акса 10-2 Крепстат Ну и Йоку Тоже Естественно Имеет Много На этой Линии Лода Дает Стан С двоих Сайлансер Решили Перетянуть Давно Пора Перетягивать Кого-то Перетянули Сайлансера Тем самым Ослабили Верхнюю Линию Теперь Фениксу Здесь Ничего Не Сделать Зато Квапа Получает Пару Ластхитов А конкретно Один Два Дена И один Ластхит Да Этого Конечно Очень Мало Захиливается Флаской У нее Нету Золота И Теперь Все ХП Которые Она Будет Терять Ей Большой Минус Потому Что Придется Опять Что-то Нести Сайлансер Разбирает Дабл Дэмэдж Свойна Начинает Потихоньку Отгонять От крипов Ну и Квапе Нужен Каждый Крип На вес Золота Здесь В такой Ситуации Сайлансер Начинает Фокусить Марку Вешают Поздновато На мой Взгляд Но Может Убить Его И Убивает Его В итоге Скайрос Мейдж Также У Резолюшна Проблема Резолюшн Он себе Принес Тангусиков На первые Деньги На которые Я нафармил Но пытается Выживать Пока что На этом Миде Больше Ничего Не получается Есть Сайланс Очень опасная Ситуация Под Сайлансом Здесь Квин оф Пейн Могут Вполне Убить Ну даже Не дает Ей Сайланс Просто Накидывает Голубей Второй Станчик Ой Резоль Ой Резоль Это может быть Ошибка Ну как Развел Тебя Лода Просто Дешево Купил За эту Фласку Нажал Фласку Квапа Пошла Ее Сбивать Хотя В принципе У Свена И так Полное ХП И просто Получила Молоток В лицо Да Прикольная Штука Подумал Лода Феникс Тем временем Взял Свой Третий Левел Лина Мы видим Возвращается На базу Ну и Свен 14.7 Крипстат 14.7 В то время Как у Квапы 5.3 И самое Главное У Квапы Здесь 2 смерти Силенсер Также Пришел На фидел 3.0 У нас В целом Ситуация Взяты Стики Уже И начинает Просто С своими Статами Свен Здесь бегать Акки С фуловой Маной Возвращается Да И с полной Маной Все очень здорово Свен Подходит Можно давать Квапе Станчик Дает Станчик Свена Закрывают И сейчас Будут его Кайтить Но по-моему Он немножко Сильный Да Очень Мне кажется Что он Сильный В итоге Вынуждают Отсюда Уйти Квинов Пейн Опять Потеряла Все Хитпоинты У нее Остается Один Тангус Еще Одним Ее Запуливают А Свен Сейчас Просто Отопьется Из бутылки У него Будет Опять Полный ХП И самое Главное Будет Стан Нажимает Стики И Квинов Пейн Умирает От Конкастив Смида Я не хочу Никуда Отвлекаться На самом деле Акс Тем временем У нас Форманул Себе Транквил Тапочки Сейчас Не хочет Ломать Хочет Чтобы Сначала Крипы Зафармились Зафармил Крипов Собрал Транквил Ботинки Еще и Застакать Хочет При этом Сюда Не застакаются Я тебя Огорчу Дружок Так и Есть Ну и там Еще Да Здесь Очень тяжело Потому что Спаунбокс Проходит Вот здесь Вот и Крипы Всегда Проходят Не там Где нужно Четвертый Левел У нас Мэда Гангуют Замедляют Его Йоку Есть Скьюер Первого уровня Дают Стан По Йоку Акс Подходит Мэтт Уворачивается И у Резолюшна Проблемы Кажется Это минус Квин оф Пейн В очередной Раз Магнус Увозят Стан В клопу И клопа Минус Йоку Тем временем Ну Йоку Просто уходит Здесь его 30 крипов Акс Почти 30 крипов Свена Лайфстиллер 24 Магнус Это вот Топовые герои 16 Феникс 11 Лина 8 клопа 8 крипов Квин оф Пейн Ну И делая ставки На этот матч Конечно же Нужно было учитывать Что Имперцам Победа не так Нужна как и Лайенс Можно было посмотреть Вся статистика Есть на сайте D2CL.ru Или Если вам угодно И не угодно Читать русские символы Кириллицу Вы можете почитать D2CL.org Где вам На английском языке Будет написано Но результаты Все равно Написаны Арабскими цифрами Как ни крути И Из них понятно Что имперцам В случае поражения Они остаются на третьем В случае победы На третьем В случае Ничьей Они остаются На третьем месте В случае того Если матч не состоится Они остаются На третьем месте Ничего для них Не меняется А вот Альянс Очень сильно зависимо От результата Но пока что Рано Списывать империю Сейчас я знаю Там 3-2-2 Все дела Нет, ребят Не надо Все еще Впереди Да, ну конечно Такого свена Попробую уже тут Лайфстилер Это вроде бы тот герой Который против Толстяков Заходит хорошо Которым является Свен Но Свен Это такой герой В доте Ну в общем Его ультимейт Он очень сильный Слишком сильный Я бы даже сказал Представьте себе Фантом Ассасин Который критует На каждый удар Вот это Свен В ультимейте Примерно такой Урон там Совершенно Невероятный Ну есть, кстати Шестой левел В принципе у него Вкачал себе Сплэш на единичку Always One of Life Стоит Просто получает Экспу Магнус бегает По лесам Queen of Pain Отправилась на легкую линию Лайфстилер в лес Неплохая перетяжка От Империи Действительно Так они получат Чуть больше Но сейчас мы ждем Тайминговых артефактов Прежде всего Это Блинк на Аксе Йоку тут носится По лесу Ищет кого-то Никого не находится Никого не находит Лина фармит У Лины уже Шестой левел Свен забирает Инвиз Хороший Да Должен Always One of Life Видеть, что Забрал Инвиз Свен Вот за счет Вот этого варда А Свен идет К лайфстилеру Но лайфстилер здесь Фуловый Его тяжело будет убить Ага Стаке Вот оно в чем дело Ну и что И Акки будет Как-то заходить Стаке Очень сочные Даже с первым С первым Кливом Можно здесь попытаться Подфармить Да, лайфстилер Все понимает Сайланд Слишком Хотя может быть Не слишком Ну Лода Лода просто теряет Время В итоге Скоро Смей же Оставляет фарм На миде Ну и собственно Лода выходит Из Инвиз Понимает, что Он бегал По лесам Арты Конечно Неплохие Давайте На Нетворса Переключаться Да, арты У Свена Явно покруче Но здесь Все равно Их может не хватить Чтобы убить Лайфстилера Учитывая его Ультимейт Магнусу Кстати Оставляют Стаки Он будет Фармить Свой Блин На этих Стаках Вот так вот Стаки Своровать Не удалось Ну нужно было Лянсом На мой взгляд В смоках Заходить Воровать Эти стаки Потом Идти Фармить Свои Стаки Они сыграли Слишком Пассивно Это может Аукнуться Посмотрим Скай вкачал Третий Эншин Сил Чтобы Сайланс Был на 5 секунд Это Хорошо Ну и по прежнему 5-0 Но графики Должны Сейчас Чуть Выравниваться Во всяком случае Да Они остались На месте После пробежки Лоды Чуть Выравнились Но не сильно И легкое Преимущество Альянс Сейчас Если Эмпайр Смогут Как-то Достойно Ответить Это Преимущество Может Сойти На нет Если Ж Альянс Будут Продолжать Давить И сделают Пару Неплохих Выходов Преимущество Может стать Довольно-таки Критичным Ну потому что 5000 на такой стадии Это уже много И Акс Выносит Блинк Акс Выносит Блинк И идут Передавать Привет Квинов Пейн У которой До сих пор Ничего нет У него даже Нет сапога Вы посмотрите Насколько Все плохо Квапа Выходит Скаймак Не палится Ну да Тут Просто С огромным Запасом Квапу Минусует Бессапожную Квапу Успевает Закупиться Резолюшн Печальная игра У Резолюшн Он Четвертый С конца По Нетворсу У него Ни левела У него Ни фарма Ничего Нету Абсолютно Флай Тут конечно Пытается Фармить Но у Флая Тоже такой Герой Который Вообще Непонятно Здесь Зачем Брался Потому что Сайленсер Он не заходит Против Свена Ну и ладно Против Свена Он не заходит Против Акса Особо Здесь Ну против Лина Скаймага Да неплохо Но Свен Здесь все порубит Ему все равно Был Сайленс Не было Если он нажал Свой ультимейт Как правило Он фармит еще и БКБ То есть его тут Вообще не заткнуть Он просто бежит И убивает Тем временем Минус Феникс Хороший выход С помощью ультимейта Лайфстиллер Покупает Мидас Понимая что Сидеть в лесах Ему долго Ну и Квинов Пейн 1.5 А Пайкат Все еще сидит В лесах Да что то Он тут испугался Видимо Мэтт заформил Две части от Юла Довольно таки дорогие И очень близок К тому Чтобы в него выйти Осталось буквально Ну через 200 монет У него будет Воид Стоун И дальше будет уже Непосредственно Последний Факт Давайте вспомнить Что это Соби Маск Соби Маск Который называется Сейдж Маск Сейджес Маск Маска Сейга Как то так наверное Лода купил себе Лайфстилл Вот это проблема Для Свена В том что у него Маловато регенов И нету никакого Лайфстила Но первую проблему Он решил ботлом Вторую проблему Он решил собственно Сейджемаском И идет фармить Идет фармить С топориком Эншентов Вы посмотрите Как же ему Напихали Эншенты Айлайнс Айлайнс Тем временем В смоках Аккуратненько Подсейвливают Для того чтобы Никто сюда не пришел И не раздал свину Вероятность Такая присутствует Акс Врывается На сайленсера Сайленсер Довольно плотный Но акс его забирает Десятый левел До сих пор Без батл хангера Но в принципе Он особо и не нужен Шейкер ставит вард Эншентов уже нет Акс пытается Заколить Поджигает Конкасив шота Судя по всему Нет Ну или просто Решает Скайрес мейдж Что не нужно Ничего здесь делать Нужно принести Сентряк Разбить этот вард Безусловно его видели За счет постановки Своего варда 7-1 В пользу Элайнс Видим мы Что Преимущество Они увеличивают Потихоньку Хотя вот видите Как вот В таком преимуществе Один фраг И все И сразу Все Ситуация скатывается Мэтт с Юлом Уже с Юлом Мэтт И Резолюшн Прощай этого Мэтт Капитан Резоль И капитан Мэтт Встретились Акс Врыв Одновременно С этим Врыв на Лину Лина пытается уйти Акс танкует Бежит на крипов Чтобы лучше вращаться Феникс Врывается И это Минус 1 Бегут за Сайлансером Минус 2 Уходит Отсюда Акс Получает Ультимейт Скрим Минус Акс Ну и Квин оф Пейн Здесь скорее всего Идет Нечем ее добивать Хотя Лина где-то рядом У Лины практически Есть ультимейт Феникс Прессует Квин оф Пейн Квин оф Пейн Уходит Делает Телепорт А Лода Тем временем Выходит Контролить Руну Очередную Если сейчас Будет Дабл дэмэдж Это вполне Может быть Рошан Хотя ему бы 11 левел Еще взять Это Дабл дэмэдж Ну по поводу Рошана Я еще не буду Отменять своих слов Потому что 11 левел Он скоро возьмет А дабл дэмэдж Лежит в бутылке И это очень приятно 9-2 Акс у нас Взял себе 11-й Также Очень быстрый Левел На Аксе Получился Очень хороший Вообще Фарм Но вообще Конечно Лина С Юлом На такой Минуте Это довольно Рано Очень много Фармила Она на Нижнем Лайне Йоку Дает РП Вывозит Свена Свена Поджигают Он под Сайленсом Дают Тотем И минус Свен Лина Раскастовывает С попыткой Запокусить Одного Второго Все В разной Цели Но Акс Забирает Двоих Чудом Выживает Каким-то Флай Вы посмотрите На это Флай Уходит Два в один Размен Потрясающе Сейчас сыграл Акс Как он там Накрутился Навращался Хотя В какой-то Момент Казалось Что Не хватит Урона И зря Они начали Фокусить Одновременно И сайленсера И двух Его тиммейтов Два в один Размен Несмотря На то Что Свена Удается Убить Ну и что И Свен Свен Свой 11 И так и не Получил До сих пор Сейчас вышка На миде Упадет Лода вот Пингует Как раз таки Туда Фортификейшн Все еще есть Не видим мы Сайлента В игре Сайлент Продолжает Фармить У него Топовый Нетворс У него Мидас И у него Появляется Армлет Ну а Айлайнс Все тпшатся На мид Для того Чтобы снести Вышку И после того Как снесут Вышку Можно попробовать Зайти на Рошану Это риск Конечно В такой ситуации Но могут Попробовать Один из вариантов Фортификейшн Да Думали что Кто-то здесь Дефает вышку В итоге Лина забирает Тауэр Очень хороший Фарм Получается У саппорт Лины Уже есть Транквилы И 11 Левел Смотрите Она Ничем не хуже Свена Магнус У нас сидит В кустах Ой-ой-ой Какая ситуация Неприятная Для Магнуса И блинка Та нету И РП Та нету И Скьюер Он только что Потратил Да Вот она Сила Блинка На руны Забрал Реген И Свен Да Заходит на Рошану Все-таки Они решились Без Магнуса Это можно сделать Атаки Очень много У Свена 400 урона Практически У какого Кэрри На такой стадии Может быть 400 урона Ну пусть даже С дабл дэмэджем Да не у одного Но Свен Может В итоге Свен Забирает Аегис Не самый лучший Герой Для ношения Аегис Потому что После того Как из него Выпадает Аегис Если он был В действии Ультимейта Ультимейт Заканчивается Ну Как и у многих Героев Как и у большинства Я бы сказал Та же проблема Преследует Драгон Найт Али Кана И еще многих Героев Но тем не менее Отдали Свену Потому что Все-таки Это кэрри Герой Ему важно Формить Что у нас По графикам Четыре с лишним Тысячи Преимущества От Alliance По золоту И по XP Так же они Начинают Наращивать Своё превосходство Ну и пошел 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 Резать Забирает Еще одну вышку Свен Здесь Тем временем Выход От имперцев Ну Никого Они здесь Пока что Не нашли И возможно Что и не найдут Очень грамотный Alliance Понимают Что нельзя Им подходить К этой горочке Что там Могут быть имперцы Ну либо Просто Чуют Что-то Неладное И решают Играть Аккуратно Разбивают Свой смог Его не видно Было На этом варде По-моему И сейчас Будет встреча В лесу Находят Находят Шейкера Шейкера Поднимает Воздух Глобал Ошибка От Мэда Шейкер Дает фиссуру Мэда Закрывают Ультимейт Подвоим Ульт Мэда Феникс Залетает Вешает Яйцо Рядышком Акс Отличный Отличный Феникс Сан От Феникса Есть стики У Квапы Есть блин Через одну секундочку Уходит Пытается сделать Телепорт Акс Спасается Спасается Квин оф Пейн У Акса Не было Колы Судя по всему Да Ну Сыграл не лучшим Образом Мэд Здесь могли Разменяться Гораздо Круче Вместо Того Чтобы просто Дать Аксу Загрить И убить Спокойно Шейкера Сделали Штуку Под названием Ю Сайлент Дал Глобал Под это Все дело Ну и Акс Тоже Покупает Себе Юл Акс с Юлом Вещь необычная Но это Чисто для того Чтобы скидывать Сайлент Хотя обычно Делают БКБ Для Акса Нападение Акс Врывается Поднимает Себя в воздух Феникс Очень неплохо Врывается Минус Сайлент Попытка сгрызть Акса Но он слишком Толстый Нету Инфеста Поднимают Еще раз В воздух Лайфстиллера Рейджа Нету Просто Расстреливает Его с руки Минус Сайлент Такой выход От Империи Казалось бы Вот у них получались выходы Которые вообще Ни к чему хорошему Не вели Но здесь Все должно было быть круто А в итоге Получилось как раз таки Наоборот И забирают троих А следом Заберут и вышку Очень быстро И у Феникса У Феникса У Свина Скоро будет ультимейт Можно пойти даже На вторую вышку Квапа сплитпушат Скорее всего Перетянутся Квапе не дадут Забрать тавер Ну Идти на тер два Слишком Слишком жадно В этой ситуации Да Вот только-только Сломали тир один Свен уже с Блэк Кинг Баром Очень хороший фарм Перетягивается Квапе Квапа отсюда уходит Понимаешь что Не стоит он того Да Юлы-то зашли сейчас Очень-очень неплохо Против Лайфстилера Не любит он Эти артефакты Вот как раз Возможно Из этих соображений Акса покупал Потому что Лайфстилер Крайне неприятен Ему этот артефакт Фурстафы Юлы Герой себя Стафает Потом Юлит Или просто Юлит Ты стоишь Не знаешь что с ним делать Не можешь ни в кого Вгрызться толком Шейкер 700 монет Солл ринг Знают где находится Акс Но шейкеру бы Самому теперь Отсюда уйти Он в очень опасной Позиции Подходит Лода У Лода опять Дабл дэмэдж Вот сейчас точно С ним не стоит встречаться Ну он Он никого не ищет Он просто идет фармить Да Видит Видит Queen of Pain Отступающую Видит Магнуса Свен набегает От него естественно Все отступают У него Аегис Зачем нападать К чему это все Барабаны появились у Сайлента Ну естественно Нужен башер Чтобы драться со Свеном Одного РП Здесь не хватит Явно на данной стадии Потому что Свен Слишком сильно дерется Ну если как-то его Прямо вот не зафокусить Хорошо под это РП Он может на развороте Всех здесь убить Слишком опасно Резолюшн сидит в кустах Ждет своего шанса В очередной раз Ну имперцы Несмотря на такое провальное Начало Умудряются сохранять Какое-то такое еще Более-менее Неплохой рисунок Да Форстаф Следом появится у Акса Но они решили Законтрить Сайлента По полной И Сайленту здесь будет тяжело Ну потому что В принципе Его не особо Контрит один Форстаф Он может этого Лина Находит ее шейкер Дает фиссуру Но совсем не туда Его не особо Контрит один Форстаф Он может этого героя Просто там забашить Или дать ему Эбисол Но когда у всех Форстафы появляются Кому не дай Эбисол Кому не дай Хекс Или какой-то контроль Их просто Форстафят всех Ты не можешь ворваться Ни в кого Шейкер Без блинка Нужно играть ему Аккуратнее Так смело действует Имперция Во вражеском лесу Знаете ли И Свен покупает Блинк Да Свен конечно Жуткий парень Сто пятьдесят процентов Урона Это Это сто пятьдесят Ну вот на данном этапе Это сто пятьдесят Плюс сто пятьдесят Отличный выход Может быть сейчас Магнус Видит Магнуса Дает ему сайланс Дается фиссура И очень Очень правильная реакция От Йоку Потому что еще бы чуть-чуть И могли начать Драку не так Как нужно Все таки по этой горочке Опасно заходить Рискнули имперцы Поняли что риск не оправдан Отходят Лина практически зафармила Себе Аганим Все Аганим есть у Лины Топ четыре Нетворс В итоге у нас Получается Четыре кор героя От Элайнс Лина Свен Акс И еще и Феникс Потому что у Феникса Мидас У него появляется Одиннадцатый левел Это значит что по яйцу Нужно сделать Восемь ударов А это довольно таки много Ну и плюс ко всему Дебаф его Мешает явно Плюс мешает Акс Плюс мешают станы Выходят на верхнюю вышку Просто начинают уломать Снизу пытается разменяться Резолюшн Но не видя Акса Он играет очень аккуратно А Акс специально не показывается На карте Чтобы нельзя было Против него вот так вот выйти Да, видят клопу Возможно сейчас будет Какая-то перетяжка Есть фортификейшн Да, есть перетяжка Но вообще не туда В итоге просто решили Малыми силами Забрать этот тавр Отдать нижнюю вышку И спокойно перетянуться Допустим на мид В очередной путь А имперцы сидят Во вражеском лесу И формят его Здесь миллиард центрей Поставлено Просто миллиард И Акс Акс, который занял Вот такую вот позицию Видит Шейкера Видели здесь всех Абсолютно Перетягивается у нас Феникс Идет также Свен пешком Лина только Остается наверху Лина здесь Кого-то ждет Определенно В уголочке Ну Сайленсеру Да, Сайленсеру Противопоказано Выходить Потому что если Лина Его увидит Она даст ему просто Там первый Плюс Лагуну И все Видит Сайленсера Ну собственно да Так это и происходит Обычно Свен Блинк Магнус удали Сайленс Лода включает Блокинг бар Ультимейт И побежал Но кажется Слишком больно Акс Не агрит Почему-то лайфстилера Поднимают его в воздух Просто раскайтили Агра нету Поджигают лайфстилера Агар Чуть не нажал В молоко В итоге нажал В молоко Сайленд пытается Дойти до крипов Поднимают его в воздух Но будет рейдж Будет рейдж Юзает рейдж Но прятаться не в кого И просто его убивают Все крипы биты И как назло Нужно было В какого-то рейнджа Разве что садиться В итоге забирают У нас Магнуса Забирают у нас Лайфстилера Да Вот эти миллион Сентрей Которые были поставлены В лесу В итоге окупились Видимо что Эхо Слэм нанес 468 урона Ультимейт 440 Это по-моему Столько сколько Он наносит В принципе А это шейкер Это даже не Эхо Слэм Это шейкер целиком Да Что-то меня поплавило Немного Ну и Скайрос Мэйч Нанес 1300 Свен 1200 Не лучшая драка От Альянс С точки зрения Использования спилов Но при этом Она выиграна Потому что Эмпайры Использовали свои спилы Еще хуже Такая хаотичная Получилась То есть не было Ни РП хорошего Ни какого-то Хорошего врыва От Свена Но все происходило Гораздо лучше Для Аликов 20 на 5 Преимущество 10 с лишним тысяч Огромный перифарм И слишком сильные герои На Квапу сейчас будут выходить Квапа ничего не боится Вижена у Империи Практически нету Нет, его не практически нет Его вообще нету на карте И Резолюшена идут ловить Он попадается Но Что-то как-то Домогата и нету Особо Да В итоге уходит с ДП Не смог загорить в крипах И в итоге Для него все сложилось хорошо Ну и имперцам нужно опять что-то придумывать Они как бы из этой ситуации Пока что держатся на плаву В тяжелой ситуации В которой оказались С самого начала игры Лайфстилера находят Но давать ему Давать ему Юл Не особо имеет смысла Шейкер также пытается Здесь что-то сделать Лина Форстаф Лина бежит в атаку Здесь все игроки Илайнс бегут под бафом Свена Цепляют Шейкера Конкассив шот И Шейкер без фиссуры Медленно вынужден под лазером Под этим умирать Продолжает Жечь его Феникс Блинка нет Это очень обидно Потому что Да Теряет золото И в итоге у Шейкера Становится 1800 Было две Можно сразу Илайнс переходить В пуш Тавара Или В пуш Рошана Что им нравится здесь больше Им нравится явно Рошан Кристалис появляется у Свена Берет топорик Лоб Оставляет топорик на Рошане Чтобы было удобнее убивать 500 урона С Дейдаусом там будет вообще Нереально жесткие криты вылетать А кому отдадут Аегис Вот в чем вопрос Наверное бутылку сейчас выложат Да Выкладывает бутылку Начинает ее потихоньку уже бить Жадные лоды Выпивает всю бутылку Прежде чем взять Аегис Ну в общем то правильно Да Соперник здесь не пошел бы в атаку Слишком большой риск И сразу переходит в атаку Лода на хосте Видит что фиссуры нету Находит Резоля Дает Резолю стан Резоль уходит с блинка Лода бежит дальше Его не остановить Аегис есть Ему и все ни по чем Но остановиться нужно бы Тем временем Лина из Шадоу Блайда И Саунд успевает сесть в крипа Вгрызается в Лину Ну какая бешеная скорость атаки Боже ты мой Скайросмейдж Встревает Понимает что был неправ Саунд пытается как-то перегрызть Лину Но вы видите эту скорость атаки Лина убивает лайфстилера Причем я могу сказать Ну с уверенностью Процентов на 70 Что если бы даже Скайросмейдж не подходил Лина бы его убила и так Просто Скайросмейдж фиданол Ульт Вокса Но а свына то кто будет бить У свына нету маны Ульт Все в окса закидывают Абсолютно Ну и что и Лода Лода разменяет на Резоля Скорее всего Резоль уходит Забирает инвиз Резоль живет Хорошо Все вбилили в этого окса Абсолютно все ультимейты Эхо слэм Скрим Да посмотри Скрим Глобал Реверс полярити Эхо слэм Ну глобал был больше наверху потрачен Но тем не менее В итоге убили окса Получили за него неплохое вознаграждение Но теперь как отбиваться то Там Свен Ой Самое страшное что это Лина Просто один удар И один ультимейт Вот так вот Мэт разбирается С игроками империи Ну слишком много ему позволили Да здесь что-то Что-то упустили Имперцы в начале игры Я не говорю конечно про вот эту клопу Которую она фидела Но помимо нее было тоже что-то Вот то что Лина фармила Слишком много Ее не приходили Никак не наказывали И теперь эта Лина просто бегает И убивает по одному Причем это даже не кор-герой Это саппорт Лина Да и дал у Сулоды У него даже без ультимейта 230 урона 230 урона Это неплохая цифра Для 30 минуты Но с ультимейтом У него немножко больше С ультимейтом у него получается Ну 230 и еще Считайте 200 430 Да Даже больше Там почти Почти 500 Хороший баф кстати Помогает кушать вышку Потому что Крипам дается очень много армора И готовы перетягиваться Дефит топ В случае если Эмпайр пойдут Эмпайр это понимают И не идут Эмпайр идут атаковать Ну не свина же Да Свина атаковать нельзя Лина тут в шадоу блейде Кого-то ищет Никого не находит Ищут врага по лесам Резолюшн Алоха сидят в кустах Мэтт Прекрасно понимает Что здесь вард Я правда не знаю Откуда у него такая информация Но он его прям обвел А возможно он где-то увидел Уже Это неловкая ситуация Когда ты залетаешь на хг Не успеваешь отменить И карус дайв Ну свину в итоге Приходится заблинковаться Миссия выполнена Вард сбит С трудом Но сбит Верхняя вышка задана Лайфстиллер Выходит в керасу Ни одной инфест бомбы Толковой так и не получилось У империи 23 на 7 Продолжают Ну вот империя команда Очень цепкая То есть даже когда они проигрывают Они цепляются Все время Пытаются выжимать максимум Ну и в принципе Здесь у них пока что Это Это держит их на плаву Как я говорил уже не разу Как я говорил уже не раз Но Вы видите Все прекрасно По ситуации Зажаты они очень сильно На базе И Аегису соперника Но не попадаются Очень круто И выйдет вообще Все выпады Их не могут найти И Лайенс на карте Говорит Какого вообще происходит Что за кошки и мышки Ну на самом деле Очень много сейчас Времени выигрывает Проблема в том Что все варды сбиты И продолжается у нас Лесная засадная Дота Три героя в лесах Ничего не видят Видят Лину Нет не видят Лину Лина в шадоу блейде Даже не в шадоу блейде Она в инвизе И она ищет Она ищет кого-то Чекает Но не чекает Эти две нычки Сбили все варды Все Квопа вообще сидит там Где ее не зачекать Вовсе Ну и Силенсер Умрет сейчас Смотрите Его просто убивает С одного ультимейта Ой как же это больно Магнуса Спалили Нет Магнус Ты был такой Хороший И вкусный Магнус Прячься Но нет Слишком толстые Ляжки Выглядывают Из-за елок Чекается сразу Весь лес Но естественно Все уже ушли Да Вот Силенсеру Явно неприятен Такой расклад Ультимейт Лины Сносит чистым уроном 950 хп А у Силенсера Меньше чем 950 хп Причем Сделать себе 970 хп Но это не поможет Потому что она все равно Сделает тычку Ультимейт Или ультимейт Тычку Там нужно порядка 1000-1200 А то и больше Чтобы так не умирать А у него 948 На 2 хп Меньше чем Снимает ульт Лины Ну давно Такого на самом деле Не видел Чтобы Лина ходила На 33 минуте Кого-то ваншотила Да И никак не защититься Куртку не купишь От чистого урона Что-то нужно придумывать Какую-то защиту От чистого урона Но с другой стороны На то он чистый О! Какой багет Французский Пакен Мэт Дарит просто Раз за раз Always one of life Ну только что Вышел из таверны Только что Он сидит в ней 30 секунд Откатывает Столько же ультимейт Ну 50 секунд Откатывает 40 он допустим В таверне Он выходит И то же самое Повторяется Все И Лайнс Выполнили свою миссию Они полностью Загнали соперника На базу Поставили 2 варда Которые контролируют В смоках выйти Страшно Да и Не хотят этого делать Судя по всему Имперцы Лайфстилер Прожал рейдж Но нет Аккуратно играет Выходит Квопа Берет хекс И возможно Уже отсюда Не уходит Лода С блинка У лоды Кончился Аегис Он выходит В кирасу И кстати говоря Кираса у него Будет немногим Позже Чем у лайфстилера Появилась Идти на хг Страшно Немножко Потому что Все таки Имеется Магнус Магнус Тебя может Зарпешить Увести Далеко Куда нибудь И надолго Все линии Толкаются Формятся леса Параллельно Мэтт там Все выфармливает Следующий уже У него скоро Хекс появится Догнал Лайфстилера По фарму Неплохо так Саппорт Формально Мэтт это Саппорт Пятой позиции Команды Лайнс Ну конечно Здесь да Эту роль Исполняет Понятно Аки А ну хотя нет Аки наверное Все таки Пятую позицию Ну тяжело сказать Кто из них пятую Потому что Чередуют они Периодически Но в этой игре Явно Аки Потому что у Мэда Топ 2 Нетворс А у Аки Самый маленький Нетворс в игре Ну и Ему особо От этого Неплохо Вот он Купил себе Госкипетр Все Госкипетр Купил От лайфстилера Защитился А больше Тебе ничего Не нужно И вся карта Фармится у нас Ну Здесь чем Дольше длится Игра Тем больше Будет увеличиваться Преимущество Элайнс Над имперцами Скорее всего Они ждут Рошана Рошан Третий С сыром Появился Перефарм Уже становится 15 тысяч 20 тысяч По экспе Но пик Действительно У Эмпайр Такой что Страшно И выход В смоках Выход В смоках Но Ну Элайнс Держатся Вместе Все Сгруппированы Есть БКБшка На аксе Прошли Поставили Варды Вылазка В пятером Чтобы поставить Хотя бы Немножечко Вардов Родов От От Нико Еще Один Вард Поставлю За всю Боль И на Рошана И на Рошана И Рошана Это можно Забрать И заберут Кажется Да Это вот Будет Неплохо Сейчас Своровать Рошана В такой Ситуации Видят Сейчас Дает Хекс Пайката Но Кажется Фокусить Вот здесь Будет Небольшой Ошибкой Сайленс От Лайфстилера Глобал Тут же Дает Сайленсер Пайкат Уходит Лайфстилера Начинают Бить А Егеса У него Нету Кто Забрал А Егес Кто-то в итоге Поднимает Сыр Или даже Он остался Лежать Возможно Кто забрал А Егес Непонятно А лоху Так же Находят Ну Своровали Рошана Но действительно Своровать Своровали А унести С собой Не смогли Все Нажитое В итоге Квапа Забирает А Егес Забирает Сыр Сайленд Забирает Себе Что-то Что-то Он забрал Себе Не очень Вкусное И не очень Приятное Ну и Байбэка Нет Байбэка Нету Зато Есть Реверс Полярити Зато Нету Глобала Опять же Можно Элайн Сейчас Заходить И помесить Немножко Но зачем Рошана Нет Соперника Вы наказали За этот Выход Можно Все Развардить И они В принципе Это и делают Все Развардить И продолжать Формить Всю карту Профит Ждать Когда у Лины Появятся Деньги На 6 слотов И она будет Ломать вышки Не хуже Того же Свена И просто Аккуратненько С максимального Рэнджа Доламбать Ну типа Такой план Сейчас Уэлайн Потому что В атаку Они не идут Осознанно Да Вот еще Два вардика Стоит у нас У империи Но ненадолго Ненадолго Хотя Может быть И надолго Но опять же Они мало что Дают Выходит Лайфстиллер С керасой 1-4 Статистика И выход В смоках И Видит Мэт Видит Мэт Что в смоках Причем Он по-моему Спалил Хотя Я не уверен Да Свен Накидывается На тавр Аегиса Нет Получает Хекс Есть Форстаф Просто Его Форстафят Но РП И Лоду Забирают Лоду Забирают Скайрос Мейджа Ошибочка От Элайнс Акс Дает Кол по Троим Ой-ой-ой-ой Как же больно Акс Минусует Одного Хекс Фризоля Ризоль С Аегисом Феникс Разбивается Солнце Очень неплохо Повесил На отступление Нико Солнышко Два в один Размен Не совсем Я понял Этой вообще Задумки От Элайнс Как-то Свен действовал Так Как будто У него есть Аегис Хотя Аегис Это у него Вовсе И не было В итоге Даже на Фортификейшн Не развели Отдались И отдали Довольно-таки Неплохую сумму Сопернику Но смогли Разменяться Тем не менее Да То что У Элайнс Не один И не два А целых Четыре сильных героя Это несколько Усложняет задачу Ты не можешь Просто вырубить Свена И все Тебе еще Нужно думать И о Лине Тебе еще Нужно думать И о Баксе И естественно Тебе нужно думать О Фениксе Потому что Если ты не думаешь О Фениксе То Феникс Доволен Если Феникс Доволен То недоволен Ты Хороший вард Стоит на базе И Хороший вард Стоит на выходе Но немножко Хоть Эмпайр За счет Этой вылазки Сейчас могут Пофармить Немножко Конечно Здесь ключевое слово Но хоть чуть-чуть Они с линии вышли 8-1-7 Мэтт просто Бомбит Сегодня Вот видите Как графики Сразу Скакнули Пауза А Нитали Это Самая Священная Пауза Нормальная пауза На самом деле Делайте Ваши ставки Минус Шейкер Квопа Вроде бы Уходит Съедает сыр Очень неплохо Развел Сейчас на ультимейт Но Для акса Это не проблема А Мэтт Тем временем Забрал Шейкера Не знаю Что там было У нас Шейкером Шейкер Получил 950 урона Судя по тому Что Шейкер Получил Ровно 950 урона Мне кажется Это был Лагуна Блэйд Так Сайленсер По моему Он наступил На Сентряк Сейчас И в смоках Выход Выход под самую базу Агар От акса Глобал Акса Прогрызает Неплохо Сайленс Сайленд Поднимает Воздух Ну и в итоге Глобала нет БКБшек тоже нет Остается надежда На РП Магнуса Флай Уходят Ух как было близко Флай Буквально чуть-чуть еще Флай бы здесь стерли Рошан появится Очень не скоро Более того Аегис все еще есть У КВП О каком Рошане Здесь можно говорить Но нету теперь сыра Сыр потрачен Ну и что Разменяли Глобал Ни на что В общем-то Не разменяли И имперцы Сами выходят В смоках Вижен Есть на базе И должны прекрасные Лайнс Понимать Что что-то здесь не так Акс Получает Хекс Акса забирают Лода стоит на варде Он об этом не знает Родо Фотос Клопу Кто бы мог подумать Что Родо Фотос Законтрит Клопу Ой-ой-ой Квин оф Пейн Еле живая Квин оф Пейн Ультимейт В сайленсер Минус сайленсер Факин Мэтт продолжает Все те же Игрища Свои веселые И Аегис заканчивается Боже ты мой Ой-ой-ой Какой тайминг От резолюшена Вот это Закончился Эгис Он хотел его Разменять в последний момент Но в итоге Получилось очень плохо Сверху Мэда ловят Есть шанс его забрать Мэд поднимает себя в воздух Нету наверняка Просветки И он просто уходит в инвиз И на развороте Стан Не знаю Есть ли ультимейт Но Подбегает Лода с дабл дэмэджем Делает одну тычку Мэд забирает фраг 11-1-7 Что творится Но с Аегисом Это вообще без комментариев было Неплохой выход Вроде бы получался От Тим Эмпайр Но в итоге Он весь привел Ни к чему 20 тысяч Перефарма По опыту 20 тысяч По золоту И идут в атаку Элайенс Тревелап Покупает у нас Лина Заходит Лода И начинает Уничтожать Вышку Фортификейшн Самое время Прожимать Но не факт Что он здесь Поможет Есть конечно Эбисол Лайфсиллер Но подходить Что-то к этому Суну не хочется БКБ нажимает Интересный выбор Чего-то побоялся Возможно Свен Подходит Вся команда Магнуса Все еще нет Бараков В любом случае Тоже нет Шейкер Заезжает Дает фиссуру И спокойно Элайенс Отходит Теперь уже Можно подождать Рошана Который Появится Довольно таки Скоро Минута 30 остается До появления Второго таймера Можно Пофармить Увеличить Своё преимущество 5 тысяч Свен 5 тысяч Самое время Покупать В такой ситуации Ну Наверное Эбисол Какой-то Хотя Вместо чего Вместо Мома Нападение На Аксевича Акс О Как же Больно Его Прогрызает Гуля Да Акс Здесь Ну Акс Собрал Такие Артефакты Что в принципе Он не особо Танк У него Юл Который Ничего Не даёт Форстаф Который Ничего Не даёт Блинк Который Ничего Не даёт И Виталити Бустер И Блэк Кинг Бар Единственные Два Артефакта Которые Дают ему Немножечко ХП При этом Армора У него Вообще Ой-ой-ой Феникс Сайланс Пытается попасть Не попадает Форстафы Гонят Империю Но гонят Аккуратно Потому что Свен на подходе И Без Свена Драться Не очень хочется Ну Мэд Конечно Исполняет Да У Мэда Уже Шесть Слотов В Такой Игре Я даже Не знаю Имеет ли Смысл Продавать Юл Который Обычно Ну Может Продаваться В лейте Здесь Всё-таки Он слишком Много Дает Против Глобал Сайланс Против Лайфстилера А Элайнс Просто Делают Игру Вот этим Вардом Из-за Того Что Он Стоит На вражеской Базе Всё Видят Я Удивлён Только Одному То Что Эмпайр Всё Ещё Живы В этой Игре Потрясающая Тяга К жизни И вообще Живучесть Демонстрирует Нам Команда Их так Месят Такое Отставание Они ещё При этом Мудряются Не в салатину Проигрывать Квапуна Ходит Внутри Лайфстилер Не Мэтт Мэтт так просто Не будет Ничего Сливать У него У него Гудлайк Стрик Он 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 просто Чекнул Он просто Увидел Ключевых героев Заходят На Рошана В этот момент Элайн Знает Что никого Нету Здесь может быть И будет Какой-то выход Но Они уже Не успеют В итоге Роша Падает Лода Решил Либо Тараску Либо Сатаник Купить Ну Вообще Сатаник Покруче Будет Потому что Да хотя Какая разница Тут и Тараска И Сатаник Дадут ему Много Это Тараска Тараска Даёт 40 силы 40 силы Это 40 белого урона Белый урон Работает с ультимейтом И в ультимейте Это получается Не плюс 40 А плюс 120 Брюки Превращаются В элегантные Шорты Лёгким Движением Руки Свина Да 300 урона С руки А 300 Ну Даже Я бы Уточнил 299 Такая Красивая Циферка 299 Урона С руки Плюс Ещё 200 Нет Плюс ещё 400 С ультимейта 700 урона Нормально Нормально Ну и готовится заход Немножко страшновато Учитывая что Аегис отдали Кому-то вообще Аксу отдали Аегис Акс с Аегисом Потому что Больше некому взять Но есть и РП Есть и Глобал Сайланс Заходить страшно Отличные станы От Лины Но Лина готовится к бою Она раскастовывается Два удара по вышке И бежать Как же страшно заходить По-моему стоит Юзать смока И заходить Лево Ну через мид Потому что По-другому никак Да Лина уже улетела Отсюда Лина улетела Лина улетела Быстренько Отпушила Линию Сейчас возьмет Дабл дэмэдж Свен покупает Смоук Ну в принципе Все варды Все смоки Все гемы Должен покупать Теперь только Свен Либо Лина Свен выходит Акс Агрит Ни в кого не попадает Глобал Мимо Вгрызаются В лоду Лоду Можно забрать Но лода Бежит Бьет В итоге Все таки Его убивают С трудом Можно байбекнуться Байбекается лода Ульт от шейкера Очень неплохой Но Акс все еще жив У него все еще есть Аегис И он даже не нажимал БКБ Это минус 1 Это минус 2 Да там Лина убила Резолюшн Лина идет дальше Мэт нормально зашел Только что Отпушивал нижнюю линию Вернулся Дал 1 спел Я угадаю Просто вот Скорее всего Рекап жалко Уже закончился Но скорее всего Он дал 1 спел И внезапно Убил Соло мидера соперника Фортификейшн Но это уже не помогает Естественно Потому что Никого нету Ответа никакого нету Лода выкупился Лода кстати без травелов Прибежал сюда Денег на травела не хватило Но ничего страшного Такое бывает Минус 1 сторона Минус 2 сторона Акс развлекается У него все еще есть Аегис Поэтому не страшно Лина дает стан Не попадает станом Ни в кого Слишком быстрая Чтобы ее догнать 522 мс Поэтому лайфстилеру Остается только мечтать Чтобы укусить Ну и собственно Лайонс у нас Сохраняют интригу До последней игры Им нужна все еще победа Пока что Они себе оформили Только ничью Флай выживает После ультимейта Лины Впервые в этой игре И мега крипы Но не пишут Гудгейм у нас Эмпайр Потому что Тяга к жизни Воля к победе Это все что у них есть В данной игре Но это пока что Их держит на плаву Представляете Камбэк сделать Из такой ситуации Верится конечно С трудом Но может быть Вообще Вот вся игра Абсолютно Она была сделана На начальной стадии Вот этот вот лайнинг Он дал слишком много Плюс ко всему Ну дальше просто Лайонс Не ошибались Свен Ой там Лина Находит шейкера 13-1-4 Да Вот если бы сейчас была Фэнтези Лига Я правда не знаю Идет сезон Фэнтези Лиги Или нет Короче если бы сейчас была Фэнтези Лига Я думаю что Тех у кого был бы В команде Факин Мэт На роли саппорта Они бы были Очень счастливы Потому что у него Топовый КДА в игре У него ГПМ в игре Второй У него ХПМ в игре А ну собственно У него вторые Фэнтези Пойнты В игре В принципе То есть за кэри Ты можешь получить 16.5 А за саппорта Ты можешь получить 14.5 А если у тебя В команде Олл из Вана Флай Ты можешь получить Минус 1.2 И это вообще Первый раз Когда я в жизни Такое вижу Минус 1.2 Ну ему тяжело было Да И вот тут конечно Мессилия нормально Минус 1.2 Лина Видно ее на сентри варде Лайфстилера нету Блинка Чтобы каким-то образом Хекс в лоду Ульт в лоду Форстаф И лода уходит Лина Получает замедление Дает хекс Ультимейт Пошел глобал Пол хп остается Все нажимают БКБ Втроем попадают Под БКБ Есть рефрешер И еще один ультимейт Вот это поворот Минус 1 Минус 2 Лина байбэк Скайрос Мейдж В босс скипетре Никто его не бьет Скайрос Мейдж Умирает Лайфстилер Ультует Феникс Прожимает рефрешер Есть ли яйцо Вгрызаются в Лину Лина после байбэка Лину забирают Ее не будет 120 секунд Грызут яйцо Феникса Но кол И яйцо Феникса Выживает Крипы бьют Эншент Эншент падает Ребята Горим Горим пацаны Эншент падает Ооо Сумасшедшая игра В исполнении Эмпайр Они реально были Ну Если бы не мега крипы Если бы вот такая драка Случилась чуть пораньше Они бы могли вполне вытащить Но перефарм был слишком жесткий Минус 1.2 очка От Селенсера Это Круто 14.1 в итоге Лина забирает Ну потрясающе Сыграли И Лайнс в общем-то Не дали никаких шансов После сильного лайнинга А Эмпайр Боролись как львы Но Вот это вот преимущество Упущенное в начале Оно сказалось очень сильно Уйдем на перерыв Вернемся ко второй игре 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 Lo backs Второе уродweg Чтобы Oakland Оно сказалось Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok